Наверное, главное, что мы находимся в конце довольно трудного, сложного года и у нас накопилось у всех большое количество успехов, большое количество разочарований и хотелось бы некоторые итоги подвести, но название моей презентации, оно звучит как готовят экономистов, как они потом управляют экономикой. Проблема ведь того, что мы имеем в экономической политике, отчасти корни идут в образование. Поэтому то направление традиционное, которым занимается кафедра, оно, так сказать, тоже таким-то образом влияет на экономическую политику. Вот здесь есть три цитата, я не стал подписывать их, но думаю, что они, ну, многие узнают, откуда они. Итак, первое. Выпуск экономики бриз потенциалу, на что указывает загрузка факторов производства, труда и капитала. Безработица сохраняется на низком уровне, то есть экономика функционирует на уровне полной занятости. Загрузка производственных мощностей остается вблизи исторических кумантов. Вторая цитата. Есть два способа поднять темпы экономического роста в России свыше 4%. Первый. Добавить в экономику 4,5 миллиона занятых или 40 триллионов рублей дополнительных инвестиций. Второй вариант. Увеличить свободную инфраструктуру производительность. Ну и, наконец, третья цитата. Как он считается, показатель реального предполагаемого дохода населения, знает, наверное, только Росстат. Мне кажется, эти три цитаты показательны, потому что они отражают точку зрения на факторы экономического роста со стороны, я бы сказал, ведущих научных школ, которые формируют, обосновывают экономическую политику в нашей стране. В чем, на мой взгляд, проблема? Проблема в том, что мы до сих пор пытаемся анализировать проблемы российской экономики на основе макроэкономического подхода. То есть, с одной стороны, это такие, я бы сказал, довольно сложные построения, основывающиеся на довольно изощренной экономике. Но, в принципе, все это такие, я бы сказал, понятные макроэкономические конструкции. Ну, в частности, вопрос потенциала экономического роста, как правило, опирается корнями на вполне знакомые всем производственные функции, где мы связываем выпуск или головы внутренний продукт с капиталом, трудом, ну и, значит, там, совокупные факторы производительности. Соответственно, отсюда растут многие, значит, постулаты текущей экономической политики. Но проблема, на мой взгляд, состоит в том, что каждый раз, когда мы используем вот эти макроэкономические методы, мы существенно упрощаем ту экономику, в которой мы живем. В реальности это означает, что чем больше мы основываемся на таком макроэкономическом анализе верхнего уровня, тем меньше мы понимаем те проблемы и те реальные ограничения, которые существуют в нашей экономике. Ну, все по порядку. Раз мы посмотрели на эту производственную функцию и на те, значит, фразы про то, что, значит, экономика находится вблизи своих потенциальных возможностей, прежде всего по загрузке производственных мощностей, посмотрим, что же у нас с ними происходит. На чем основываются текущие расчеты, в частности, коллег из Центрального банка и других аналитических структур? Понятно, что мы не можем анализировать реальную загрузку мощностей внутри годового цикла. И для этого, чтобы использовать такого рода оценки, мы берем, наши коллеги берут опросы и показатели загрузки производственных мощностей, которые, в частности, дубликует Росстат и ряд других аналитических структур, ну, в частности, из Гайдара, например. Как же вели себя показатели выпуска и загрузки мощностей в обрабатывающих производствах за последние 12 лет? Видно, что действительно загрузка за этот период практически не изменилась, то есть она находится на тех же уровнях, на которых находилась в 2006 году. Ну, это примерно у обрабатывающих производствах 62-63%. А производство за этот период выросло примерно на 20%. Ну, вообще, если вот смотреть только на эти два показателя, то можно сделать вывод о том, что вроде бы действительно выпуск растет, загрузка, значит, не меняется, соответственно, значит, проблема какая-то существует, да? Значит, с другой стороны, если посмотреть на то, как осуществлялись вводы отдельных видов продукции в этот же период, то видно, что в целых сегментах производства, таких как строительные материалы, машиностроение, производство бытовой техники, коллагенники, телевизоры, пылесосы, значит, обновление основного фонда было очень существенным. Ну, вот, например, цемент, да? Понятно, что это ключевой, значит, элемент строительных работ. Так вот, 27 миллионов тонн цемента означает, что мы более чем на четверть обновили все производственные мощности, которые у нас существовали, значит, существуют на данный момент времени. Довольно значительно обновлено производство автомобильной техники. 25 миллионов шин производства, это опять же новые годы. Ну, вот, могу разочаровать Виктора Викторовича Ивантора, который больше всего из всех этих товаров любит подшипники, но, к сожалению, в этой части обновление производственных фондов произошло минимально скидывание, всего 44 тысячи на несколько миллионов производства. Сейчас я изменяюсь, можно сказать, что у вас подшипники в отрасли почти умерла. Да? Да, ровно так. Значит, если мы посмотрим, что происходило по отдельным видам деятельности с точки зрения увеличения производственных мощностей за последние 10 лет и изменения объема производства за этот же период, то еще раз, я уже приводил когда-то такие цифры, фактически есть только два вида деятельности, в которых выпуск опережал прирост мощностей. Первое – это пищевое производство, второе – это химическое производство. Во всех остальных видах деятельности вводы новых мощностей опережают динамику производства. Это значит, что никаких реальных ограничений с точки зрения, значит, производственных мощностей в целом ряде сегментов, обрабатывающих производств нет. Ну и теперь расчеты. На самом деле, если это так, если мы исходим из того, что существенных ограничений по производственным мощностям нет, а в принципе в стагнирующей экономике, в стагнирующей более 10 лет экономике, не может ли быть свободы производственных мощностей? Так вот, если предположить, что в 2008 году, то есть перед началом первой волны кризиса, производственные мощности были загружены на 100%, то сейчас их уровень загрузки к этому периоду реально составляет примерно 76%. Весь этот период мы имели опережающий ввод основного капитала по отношению к динамике ВВП. Это вот видно на левом графике. Так вот, даже если мы больше не будем вводить дополнительных мощностей в ближайшие 5-7 лет, то для того, чтобы добиться той загрузки основного капитала, который был в 2008 году, мы должны расти темпом 5% в период до 2023 года. Фактически весь очередной, я бы сказал, электоральный цикл обеспечен мощностями. Да, у нас есть проблема с тем, что мы вынуждены будем привозить новые импорты, у нас есть разрывы, связанные прежде всего с импортом технологическому уровню, но с точки зрения обеспечения роста текущими мощностями есть существенная резерва. И это значит, что вся экономическая политика должна быть немножко по-другому. Она должна базироваться на том, что фактически, если у нас есть возможности безинвестиционного роста, то стимулирование спроса различными способами имеет смысл. Безусловно, это не должно быть превалирующей политикой. Второй вопрос – это труд. И тут очень часто опираются на статистику основных фондов, системы национальных счетов. Если мы посмотрим на левую графику, прошу прощения, там неправильное название, торопяк было сделано, но левый график показывает отношение оплаты труда и ВВП. Видно, что действительно с 2011-2018 год доля оплаты труда в главном внутреннем продукте в добавленной стоимости выросла с 43,8% до 47%. На этом основании делается вывод, что нагрузка со стороны оплаты труда на экономику растет. Соответственно, никакого потенциала увеличения оплаты труда нет. Ну и, собственно, сам элемент потребления домашнего хозяйства в этой связи является тормозом экономического развития. Но если посмотреть на правый график, в котором показано, как же меняется доля затрат на оплату труда, включая страховые платежи, суммарной стоимости продукции вырабатывающих в расцветах, мы видим, что реально она снижается. То есть нагрузка со стороны оплаты труда на бизнес, даже с учетом выросших страховых платежей, становится меньше. Фактически никакого реального ограничения с этой стороны тоже нет. Поэтому, значит, когда мы все-таки анализируем экономику, нужно смотреть на более, я бы сказал, частные вещи, которые, с одной стороны, являются вроде бы макроэкономическими, потому что это агрегатные, а с другой стороны, они как раз и показывают те структурные особенности, которые существуют в текущей российской экономике. Еще один тезис относится к труду. У нас отсутствуют, ну, люди, нет трудовых ресурсов свободно. Так вот, если мы посмотрим на то, как у нас, например, в обрабатывающих производствах распределяются усилия между работниками, то мы увидим, что 22% занятых в обрабатывающих производствах в текущем году, в третьем квартале, работали с низким уровнем интенсивности. То есть они находились или в неоплаченных отпусках, или они работали неполный рабочий день, либо они находились в простое из-за каких-то технологических проблем. 22% занятых в обрабатывающих производствах. Второй график. Он показывает, что 26% российских занятых, без учета мигрантов, тут нет мигрантов, это важно, 26% работают на низкоквалифицированных рабочих местах. То есть это или низкоквалифицированные рабочие, либо это водители, либо это какие-то там, значит, другие категории работников, которые обладают низкой квалификацией, ну и, соответственно, низкой зарплатой. Значит, вот эти два важнейших элемента роста эффективности использования труда, наряду с тем, что вообще, честно говоря, любое расширенное воспроизводство основного капитала будет приводить к изменению пропорции эффективности использования трудовых ресурсов и, соответственно, будет снимать вот эту проблему. Вот она говорит о том, что в краткой и среднесрочной перспективе реальных ограничений роста со стороны труда все-таки тоже, по-видимому, не существует. Если мы чуть-чуть отойдем от вот этих вот основополагающих макроэкономических пропорций, которые восходят, опять же, к производственным функциям, то следующим таким элементом мифов экономической политики я бы назвал ситуацию с инфляцией. Ну, все, в том числе Центральный банк, признают, что значительная часть параметра компляции, но и сейчас, не монетарный характер. Ключевым элементом увеличения цен в этом году, ну вот 1,8% пункта из примерно трех, это изменение курса доллара. В этой связи проблема борьбы с инфляцией, когда, еще раз, она в основном носит немонетарный характер, она не может решать к Центральному банку подключить. Это вопрос, так сказать, совместных действий Центрального банка и правительства. Тут, опять же, это не макроэкономическая проблема, это проблема структуры экономики, это проблема структуры затраты, проблема изменения тарифов на услуги естественных монополий, это проблема снижения торговых транспортных на ценах. То есть, в любом случае, вот этот, казалось бы, макроэкономический вопрос влияния инфляции, то есть формирование инфляции, он так или иначе приводит нас к тому, что мы должны смотреть на параметры не только потребительских цен, но и цен производителей, на ценовые пропорции, на то, как выстраивается вся структура формирования доходов по экономической системе. То, что мы сейчас имеем, это кризис конфигурации мер регулярной экономической политики. То есть, текущая конфигурация экономической политики, основой которого являются инфляционное таргетирование, бюджетное правило, принцип экспортного паритета при формировании внутренних цен на сырьевую продукцию, вот это все, к сожалению, сейчас сдерживает экономическую активность. Мы видим в этом году ситуацию, при которой длительный период благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры не приводит к увеличению темпов экономического роста. Более того, на фоне увеличения цен на нефть примерно на 50% за два года, до последнего снижения, мы увидели экономический рост примерно на 1,5%. Курс перестал играть роль естественного демпфера внутренних цен. То есть, вот эти дисбалансы в экономике, которые мы вынуждены компенсировать за счет других факторов, они становятся все более и более значимыми. Они делают всю нашу экономическую систему менее устойчивой и фактически, несмотря на то, что вроде бы, посмотрите, там, да, хорошо нам говорили в середине этого года, цены оторвались, цены на нефть и курсы оторвались друг от друга. На самом деле это не является преимуществом, скорее в данных условиях это является ограничение экономического развития. Опять же, макроэкономически доказаны факторы о том, что вроде бы снижение курса доллара приводит к увеличению или улучшению качества конкурентоспособности на 62-х тоже не подтверждается. Мы уже имеем такие курсовые соотношения, которые резко сдерживают как обновление самого капитала, потому что они ограничивают приток импорта машин и оборудования, так они негативно влияют на производителей товаров, которые используют импортные комплектующие. Ну и, наконец, то, что уже говорил Андрей Николаевич, это национальный проект потенциал и реальность. Вроде бы мы увидели вот эту историю с национальными проектами, 12 национальных проектов и план по развитию магистральной инфраструктуры. Суммарные вложения за три года в рамках третьего трехлетнего бюджета составляют порядка 5,3 триллиона рублей. В реальности вот эти механизмы дополнительного резервирования, а самое главное то, что вот эти 5 триллионов фактически это перераспределение просто государственных программ, то есть реального наполнения дополнительных расходов бюджета не так много, так вот в реальности, к сожалению, большинство программ пока имеют минимальный, могут оцениваться как минимально влияющие на экономическую динамику. Ну, некоторые влияния там есть в программах демографии, здравоохранения, образование, жилье, все остальное, к сожалению, влияет на экономику крайне незначительную. То есть никакого значимого результата без подключения к реализации национальных проектов частного бизнеса получить невозможно. Ну и последнее, значит, я бы хотел сказать только один вывод, что что из всего этого следует? Что фактически мы имеем проблемы с обоснованием и формированием экономической политики. В практическом плане требуется решение задачи теоретического и аналитического обоснования оценки потенциала развития российской экономики в средней и долгосрочной перспективе на макроэкономическом, макроструктурном и пространственном уровне. Вот эти вот два последних элемента, которые фактически пока не используются при обосновании экономической политики, нужно усиливать, и для этого, безусловно, требуется не только усилие научного сообщества, но и в том числе усилие высшей школы. Спасибо.